решился видео полировку вместе с полировкой фар желательно обклеить вот таким образом будет абразивная сначала будем шлифовать убирать мельчайшие сколы камешков вот матовость выбоинки всякие то есть надо будет снять в принципе приличный слой по пластику вот поэтому желательно обклеивать так вот этой бронелентой чтобы не прошлифовать ничего если есть возможность надо загонять прям ленту туда поглубже потом туда полироль если будет попадать ее в принципе легко будет удалить вот по контуру проклеиваем вот насколько это возможно аккуратно и в принципе не надо экономить бронеленту можно и в два слоя проклеить хуже не будет зато больше вероятность того что вы не прошли фуете нигде красочку не при шлифовке не при полировке вот так примерно я делаю и всем советую быть предельно аккуратными потому что одно неловкое движение вы попадаете на покраску лучше этого избегать обе фары наши обклеены экономики ту ленточку смысла я не вижу и чтобы было спокойно работать где-то на ширину ладошки стоит вот так по периметру все это обклеить чтобы спокойно работать не заморачиваться там попадешь куда-то не попадешь вот таким образом лучше это все обклеить и спокойно потом работать слив машинкой не бояться что куда-то залезешь туда куда-куда не надо сейчас дальше обклеим чтобы на двигатель или еще куда-то не попадала это уже бумагой и скотчем обыкновенным малярском надо обклеивать или спокойно можно работать потом при окончании работ все это снимается убирается и ничего не надо ни в двигателе отмывать не в решетках сейчас я это покажу дальше как это делать вот примерно такой вариант у вас должен получиться при любом раскладе при работе с капотом а также и с фарами у вас от всех двигателя защищен вот отсюда все допустим там где я не заклеил все легко смывается сдувается а здесь у вас вероятность прошлифовки сводится практически к нулю забрызгать запачкать двигателя отсек то же самое вот зачем делать лишнюю работу 15 минут обклейки несколько метров бумаги или пленки и все и никаких неудобств и проблем таким образом можно заниматься здесь зазорчик тоже есть 10 просто подкладываем под капот бутылочку из-под водички это первое что под руку попалась вот теперь можно работать по состоянию фар видно что досталось вот поэтому не будем играться не будем себя как говорится мучить и себе рстить начнем вот таким жестким образом все подряд надо снять 400 500 600 потом вот уже на мокрую ты щелка 2000 и 3000 этот резак правда не просматривается но этот резак вот а потом будем полировать чтобы по десять раз не переделать лучше один раз все сошкурить и сделать хороший глянец убрать всю риску сколы от камней и прочего для этого надо конечно снять в пределах там три-четыре может пять суток приступаем у нас получается конечно кое-где видны маленькие дефекты типа вот они крупные сколы какие-то артефакты видны но это скорее всего что-то заводское на фарах потому что слишком правильные они формы вот это вот видны скольчики до фанатизма нет смысла тут говорится все это делать где-то какие-то мелочи можно как бы смело пропустить нам не на выставку машина не новая не нулевая но в общем и целом как бы слой снялся основной вот этой побитой поверхности и теперь можно спокойно заниматься уже полировкой прошли всеми шкурками 400 500 600 на мокрую 1000 2 и 3 зак 3000 вот так выглядит фара после шлифовки для сравнения вот она правая фара даже оттенок поменяла более светлая стала естественно что глянца такого идеального нету но это так фара выглядит после шлифовки вот так выглядит поверхность стекла шлифованного после 3000 естественно маленькие разводики это от воды не высохший это как бы мелочи но уже хотя бы она стала посветлее поярче как бы уже видно что это фара сейчас приступим к полировке полировать будем теми же полиролями 1 2 3 номер но полироваленчик уже берется средней жесткости поскольку орг стекло и пластик он не требует такой жесткости полировальника и вполне приемлемо полируется как бы средней жесткости полировали вот что получилось фанатизм тут не нужен идеал тоже никому машина не новая по моему результат говорит сам за себя все получилось все красиво фара встала как новенькая вот до сравнения посмотрим вот эту фару вот эти вот разводики которые немножечко видны это когда фара смотри запотела высохла все осталось там